Недельная глава Хаейсара. Я хотел бы сказать еще два маленьких прибавки о прошлой главе. В конце прошлой главы мы говорили про царство, как Авраам шел и был готов принести в жертву своего сына Гицерка. Хотел бы сказать два интересных замечания об этом. Говорят от имени Агро из Вильна, что одна из важнейших сторон испытания Авраама в том, что он был готов принести в жертву своего сына Гицерка. Знаете что? Каждый из нас, каждый человек имеет свою натуру, свои привычки, что, как говорят, привычка вторая натура. А как Авраама, его основной путь в жизни, линия поведения была сделать хесед добро людям? А как можно узнать? То, что он делает, это выполнять волю Бога или его натура, или так он привык. А как можно это выяснить? Знаете как? Вот именно когда он пошел приносить в жертву своего сына, это было прямо противоположное его всей линии в жизни. Он все время делал хесед, добро, а этот приказ Бога принести в жертву сына противоположный этому. Так тогда, когда Авраам прошел это испытание, это показало, что Авраам служит Богу. Не просто служит своим привычкам, а служит Богу. Вы знаете, бывают разные ситуации в жизни, и у нас есть разные качества. Надо уметь держать в кармане разные качества, и по потребностям, чтобы вести себя, как надо, по Торе, вынимать из кармана то качество, которое нужно в этой ситуации. Так все время Авраам жил по пути хеседа добра, А тут он по приказу Бога шел по пути противоположных хеседов. Так это было полноценным испытанием Авраама, что всегда он шел выполнять волю Бога. Это очень актуально для каждого из нас. Надо знать всегда, какие качества использовать. И иметь в кармане разные качества. Понятно, что есть качества, которые надо использовать чаще, а качества, которые реже. Второе замечание об акиде, приношение Авраама, готовность Авраама принести в жертву яцкока, есть интересный метраж, что Авраам из его глаз текли слезы от любви к своему сыну Яцкоку. А в сердце горело желание и радость, радость в сердце выполнить приказ Бога. Так написано в метраж раба на месте. Что тут метраж раба нам нас учит? Магид из Дубна объясняет так. Авраам получил приказ принести в жертву яцкоку. И Авраам должен был это сделать. Но мог это сделать двумя путями. Один путь, что он должен принести его в жертву, это он обязан выполнить приказ Бога, он пойдет это делать. Но каким путем? Один путь на это время забыть, что это его сын, забыть, что он его любит. Вы знаете, у человека есть сила, естественная сила, что человек может что-то, что он хочет помнить в тот момент, а что он не хочет забывать. Знаете об этом? Говорят же так, что есть такие люди, которые прекрасно помнят долги, которые людям им должны. И совершенно не помнят долги, которые они должны. Слышали об этом? Там иногда это и обман. Но часто это бывает, что человек может по желанию, что он хочет помнить, что он хочет не помнить. Так это был один путь. Забыть, что это его сын. На это время, в тот момент, когда он приносит его в жертву, забыть, что это его сын, забыть, что он его так любит. А был второй путь. Помнить, что это его сын, помнить, что он его любит, и вместе с этим принести его в жертву при приказе Бога. Так Авраам пошел по второму пути. И понятно, почему. Когда мы читаем приказ Бога, мы читаем так. Возьми, пожалуйста, твоего сына, которого ты любишь. То есть Бог при приказе подчеркнул, что это твой сын, и которого ты любишь. И вместе с этим принести его в жертву. Одновременно. Оба чувства одновременно. Так так объясняет магия диздубная этот мидраж. Я понимаю, что это испытание более тяжелое. Если человек от какого-то чувства отключается, то это легче. Но тут он имел оба чувства. И чувство, что это сын, и он его любит. И вместе с этим любовь к Богу и любовь к желанию делать приказ Бога. Сейчас начинаем недельную главу. Ва июха ей саро была жизнь старой. Мео шоно вестрим шоно. Сто лет и двадцать лет ваше ваше шоним и семь лет. Шны ха ей саро. Годы жизни старой. Раша говорит на это годы жизни старой. Кулан шамим латава. Все равны к хорошему. Все были хороши. Папа за отца любил на это говорить так. Значит, все одинаково хороши. Все хороши. Значит, все хороши. У нее было и у нее были и страдания в жизни. Представьте себе до девяносто лет она была бездетной. Затем все время ее дом как вокзал. Один гость стучится по восьмого утра, второй в восемь, а другой в одиннадцать, двенадцать и так далее. А кто-то стучится в десять полодиннадцатого ночи. И она всех принимала. Это непросто. Ну, и кроме того, то, что ее взяли к фараону, а затем ее взяли к Авимелоху, это очень больно. Как же можно сказать, все были равны, что это было хорошо. Папа за отцом говорил на это так, что главное, очень часто важно. В ее глазах она смотрела хорошими глазами на то, что с ней происходит. Она смотрела на положительное. В ее глазах это было хорошо. Я слышал, говорят, от имени Хазаныча, он сказал своей племяннице так, неприятности, которые приходят на человека, это решение Бога. Отношение к этому выбор каждого из нас. Неприятности, то, что происходит с человеком, это решение Бога. А наше отношение к этому, отношение каждого к этому, это выбор человека. Папа любил приводить рассказ, который он видел своими глазами. В свое время папа с мамой вошли в долги, надо было выдавать замуж мою старшую сестру, а когда одолживаешь деньги, надо их платить. Так мама работала в Ишеват Мир и помогала там на кухне. И соответственно папа там тоже проводил шаббат. Так папа рассказывал, что там были еще работники, так там были две женщины. Одна из Грузии и одна из Ленинграда. И они помогали на кухне и шаббат Мир. и они по-разному так они одна из них говорила так работы много, денег мало. Вторая говорила вообще-то я когда-то работала в ресторане и подавала еду, обслуживала пьяниц, а сейчас это достойные люди, достойные парни, которые учат Тору. Вообще-то я бы не брал за это денег, но мне же нужно кормить семью. Два совершенно разных отношений к тому же. То, что приходит на человека, это от Бога. Отношение к этому это решение каждого человека. Ватом умерла сорова кирьяс арба, кирьяс арба и хеврин, это хеврин, берез кноан, земля кноан, ваёбе Авром лиспыт 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 сорова лиспкеса. Пришёл Авром и они оплакивались. Ваёком Авром стал от своего умершего, ваидабе ровне хейс гиммер. Говорил снаряд хейс говорят так. Гирвеса и шобан и хеймохем. Я пришелец, я поселился с вами. То есть так, у них у всех были не было, тогда у них не было кладбища, как сейчас, общественное кладбище. Каждый выбирал себе из своего куска земли или ничейного и выделял это для могил для семьи. А я тут пришелец, у меня этого нету. Текнули ахуза с кебар и мохем, дайте мне наследство для могил с вами. Ваекбаром и симе уфаной, я похороню моего умершего от меня. пока он не похоронит родственников, он передо мной. Ваенов нехейс, ответили сновья хейс и савром, геймал искать ему, что не послужи наш господин. То есть ты не в днев какой, просто пришелец. Нет. Неси гейм отобес и хейну, ты божественный князь среди нас. Пемехар курино, в лучших могилах, покорони твоего умершего. Ишми мену, человек из нас, эскиврый, свою собственную могилу, гейиха мимхо, не воздержит от тебя, ми квер мейсехо, покорони твоего умершего. То есть они при жизни готовили уже места для семейных могил, и у каждого было свое место. Только он говорит, каждый, даже свою могилу он не воздержит от тебя. Вайоком Авром, встал Авром, Иштаху поклонил саламу орес, народу земли, ливны, хейс, ау, я, хейс. Видите, правила поведения, ты нуждаешься в них. Дай им уважение, дай другому уважение, поклонись перед ним. Так Авраам все вел. Вайдабер и том геймер, он говорил с ними, говоря, им ейшес навчхам, если у вас есть желание, берез мейсем и офонай, похоронить моего ум расшават меня, шмолу не послушайте меня, уфигу ли, попросите за меня, бе-эфрен бен цихар, эфрен цин цохара. Мегите ли, он даст мне, эсмораса махпила, пищору двойную, ашалы, которые у него, ашабикцей содею, которые в краю его поля. Я не хочу бесплатно. То, что я говорю, что он мне дал, для меня, когда мне дадут возможность купить за полные деньги, это значит, мне дадут подарок. Я не хочу бесплатно, за деньги. Но для меня это уже подарок. бе-эфрен за полные деньги гит на нули, он мне даст, бе-сэйхахам среди вас, рахузас ковар, на наследство для могил. бе-эфрен приходят ворота его города вимер говоря, гэ-эфрен гэ-эфрен который в нем я тебе ее отдал. Гэ-эфрен перед глазами сыновей моего народа я тебе дал. Гэ-эфрен похоронить твоего умершего. то есть нет, не надо покупать, я тебе даю в подарок. Звучит странно. Авраам просил пещеру, которая в краю поля. А эфрон что говорит? Я даю тебе и поле и пещеру. С какой стати дать то, что другой не просит? С какой стати? Рамбан объясняет так. эфрон понимал, что Авраам это такой человек, который за деньгами не постоит. Так пока он тут увидел выгодную сделку. Он говорит о подарке, но надо же понять, к чему все это придет. Вы знаете, говорят одно, а имеют в виду другое. Знаете об этом? Это то, что был эфрон. Так так, Авраам как бы сказал, мне нужна только пещера. А поле, продолжай пользоваться полем, как до сих пор. Пещера не будет мешать засеивать поле. Она в краю поля. А эфрон что ему намекнул? Раз там в краю поля есть место для могил, то уже поле не поле. раз уж так я даю себе подарок и то и то. Сейчас мы увидим, что выйдет. Ваиштах Авраам поклонился Авраам левнея маорец перед народом земли. мои дабыли гемарю кэфрону бозны аморец в ушах народа земли. Гэмер говорит, а только им ато если ты, гу шмоине, ты бы меня послушал. Но саатый кесов Азоле, я уже дал деньги за поле, как мне меня, возьми от меня. Векбурой смеси шома, я похороню моего умершего там. Боян Эфренас Аброма Гимовы ответил Эфренас Аброма сказать ему, Адыни, шмо ини, мой господин, послушай меня, Эрец Абамей шеков кесов, земля, которая стоит 400 серебряных шкалин, между мной и тобой, такими закадычными друзьями, что это, мои, что это, от твоего умершего похорони. Ну вы слышите, что Эфрон говорит, между такими друзьями, ну, он имел большие отношения с Абрамом, ну это такое, так он и побеседовал, а между строк было, что земля стоит 400 шкалин, между прочим, говорят, что это намного завышенная цена. Ваишма Аброма Геофрэн, Абрам послушал Эфрона, ваишка Аброма Геофрэн, ответил Абраму Геофрэн, если кесов те деньги, ашадибер, что он говорил, босневный хейс, бушах ценовый хейс, Абрама ищек у кесов, 400 серебряных шкалин, и вашеха, проходит к любому купцу. Он послушал Эфрона? Он же сделал наоборот. Эфрон хотел бесплатно, без денег, а? Абрам услышал Эфрона. Рожбам говорит три слова. Умному достаточно намека. Абрам услышал Эфрона. Между строк он его услышал, и он ему дал. Но, между прочим, Эфрон до сих пор он пишется с полным написанием слава, а потом он тут он пишется без славы. Почему? Полное написание – это более полноценный человек, а не полный, менее полноценный. Как говорится, кишелек Эфрона стал более надутым, а сам Эфрон стал меньше. Он говорил много, а делать ничего не делал. Вайоком стал из-за Эфрон, поле Эфрон, ашоба махпево, ашоба махпево, ашоба которые левны мамри, пьед мамри, асоды в аморо ашобей, поле и пещеры, которые в нем, и холоица ашоба соды, и все деревья, которые в поле, ашоба холкбулы, которые во всей границе совы вокруг. Абрам на мекно, абрам на продажу, перед глазами санаби Хейс, среди всех, кто приходит в ворота его города. И только после этого, вот это важно. Когда надо похоронить человека, надо прежде всего договориться денежно, и хорошо заплатить еще до этого, чтобы не получилось, что цадих похоронен в земле не его. И только в Ахрахим, после этого, как и в Абраме, похоронил Абраме сцора ишти, сцора и свою жену, и мораз пищера злея махпелу, поле махпелу, афны мамри, возимамри и хевры, и берез кно, он земли кно. В айоком сцала асоды поле, в аморо ашобей, пищера, который в нем, в аморо 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 ахуза сковер, наследство для могилы, мезны хейса, а сыновей хейса. Тора пишет целую главу о смерти сары и ее похоронах. Это Марата Махпелла, в которой была похоронена сара, потом Абрам, но до них Адам и Хава. Это было особое место. Ну а потом еще Ицуха Киривко, Яков Игрия, это особое место. Авраам никоим образом не хотел получать это место бесплатно. Почему? Авраам распространял повсюду веру в единого Бога. Он не хотел быть обязанным и доупоконнику и афрома. И ты знаешь, что он потом скажет. Я тебе дал в подарок, если ты будешь вести себя достойно. А как ты себя ведешь? А если деньги заплачен, совсем другое. Допустим, он захочет передумать. Знаете, что Авраам ему скажет? Ты хочешь передумать? Будем обсуждать. Прежде всего, принеси деньги, которые я заплатил, принеси эту сумму и будем обсуждать. А это он прекрасно понимает, что Авраам не поторопится приносить деньги. Рассказывает рабин из Бриска, зацал. Должен был сделать свадьбу с одному из своих детей. И он договаривался с залом в Акшоу в Невраке. Спросил, сколько это должно стоить. Сказали, рабин делает у нас это уже для нас заплачено. Платить надо. А самое дешевое, платить деньгами. Авраам застарил сабоба йоми, пришел в дни. Вадиной, а Бог берахас, Авраам бакил, богославил Бога всем. А теперь у него был сын и надо искать ему жену, невесту. А Емар Авраам сказал Аврааму Абде, своему рабу, старшим над домом, который властует над всем, что у него. Положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро. Я возьму тебя клятву Богом, Богом неба и Богом земли, а что лысы, как и шоливни. То есть ты не возьмешь жену моему сыну, мне в ней с окнани, дочери к нани, а что они их ищут в кирбе. Что я проживаю среди них. Интересно. То есть он взял и лезет клятву. Абраам позвал и лезет. Так кто-то папа зацел, пересказывал его папе замечание. Что вопрос, как человек относится к материальному и как к духовному. Авраама было так. В материальных вопросах Элиезер имел полное доверие. Он властвовал во всем, что у него. Старший на дом управляющий. А вот в духовных вопросах, какая невеста будет уйти, а тут он взял клятву. То есть в материальных вопросах он доверял, а в духовных он не был спокоен и взял у него клятву. Рассказывает один американский раввин пришел к раввину из Бринска навестить. Он хвалился в какой гостинице, какое место, какой вид, что он там видит из окон и так далее. Его спросил, скажи мне, а как ты получил такое место, такое хорошее место в гостинице. А что значит? Я об этом заботился раньше. Спрашивал, выяснял, просил. Спросил у него, а какой там их шер в этой гостинице, как кошер? Ты говоришь, наверное, кошер. Понимаете? Какой вид и что, какая комната, какой этаж? Это он выяснял, просил. А какой кошер? Наверное, кошер. Вопрос, какое отношение человеку к этому и какое к этому. Георгарцы, но к моей земле, вы умираете, ты к моей родине, ты в их пойдешь. А кто еще возьмет жену? Ливнира Ицрак, моего сына Ицрака. Очень интересно. Мы видим тут, что Авраам не хотел, принципиально, не хотел брать невесту из жителей местных народов, и он специально послал своего раба или Эзера к своей семье. В Харан. Дается вопрос. Это спрашивает рабину Нисим, рабину Нисим, своих расчет, спрашивает. Скажите, хананяне служили идолам? Да. Ну, а в семье Авраама, его родственники, тоже служили идолам. Это как, как говорят, хрен рецкий не слаще. Почему он хотел именно из своей семьи? Кроме того, из местных народов Авраам был на месте. А тут он, и он мог сам выяснить. Когда человек сам выясняет, это совсем другое. А тут он, он не мог сам выяснить. Не мог сам ехать. Может быть, из-за старости. И послал Эзера. А это известно, что лучше самому проверять, чем полагаться на других. Так почему он именно не хотел местных жителей, а хотел людей, девушку из своей семьи? Почему? Эти идол служили идолом и эти служили идолом. Он отдает такой ответ. Правильно. И эти служили идолом и эти. Но есть моральные качества. И эти качества они переходят в наследство. Доброта. терпеливость к людям, не сердиться и так далее. Понятно, что всегда остается выбор. И человек даже с нелегкими качествами характера может и должен над собой работать. А как это делать? Вопрос хороший, но не совсем в этот момент можно на это ответить. Это отдельная тема. А можете немножко дать может быть я закончу саму свою мысль, а потом можно о этом тоже говорить. Есть задатки. Но при всем том, что человек может с тобой работать, но вот эти задатки и эту наклонность она очень важна и она передается от родителей к детям. И у хананяне были нехорошие качества натуры, а у семьи Авраама были хорошие качества натуры. И это передается в наследство. Так пишет Рабину Ниссим, на современном языке бы сказали они генетические. это выражение Рабины Ниссима, что они передаются естественно. И поэтому для Авраама было очень важно, чтобы они были и чтобы невеста была из его семьи. все верно. Но мы если мы еще успеем мы увидим что в доме у родителей Ривки у Птуэла был открытый дом. Это мы увидим. Они принимали гостей. Мы это увидим. я знаю что Рабин имел в себе не только достоинства но многие недостатки это я тоже знаю. Но это очень важно. Добрые хорошие качества характера очень важны когда ищут невесту. И когда ищут жениха жениха чтобы твой сын Ицхолд пошел жить туда в Харан. ищут 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 что ты не вернул твоего сына туда. Раша говорит что-то подчеркнуто в словах Абрама что ты не вернул что ты не вернул Эбни прошу прощения моего сына туда. Моего сына нет. А вот сын сына Яков пошел чтобы искать себе пару пошел в Харан и там он женился и жил годы. Бог Бог неба который взял меня до моего отца земли моей родины что говорил мне что он поклялся мне говоря я отдам эту землю он пошлет своего посланника перед тобой в руках то еще ливни и ты возьмешь жену моему сыну оттуда а если женщина не будет согласна идти за тобой ты будешь чист от этой клятвы только моего сына не возвращай туда да а и положил раб свою руку под бедро Абрама его господина поклялся ему почему под бедро его потому что он поклялся так берут или святы или тфилин тогда этого не было так что он взял он поклялся под бедро союзом обрезания митцвы митцвы сделать обрезание а а гмалим верблюдов михуцло иер вне города обе иерамоем колодцов ваты ко времени вечера когда выходят черпальщицы Майя сказал Одинной Бог Эй один Авраама Бог моего господина Авраама сделай пожалуйста передо мной встречу сегодня делай добро и моим господином Авраам и вот я стою у колодца воды у дочери людей города они выходят лишь чипать воду девушки выходили чипать воду я скажу ей а ты наклони твои кувшины и я попью она скажет пей и твоих люблюдов я тоже напою и ты ее выбрал и твоему рабу и ей я буду знать сообщи мне я буду знать что ты сделал добро подзином и у терем он еще не не кончу говорить а вот ривко выход а ше юда которая была рождена и жена брат и ее ковшина на ее плечах подставка и и подставка На хор папа псуела, а Мюка мама. Что, почему, ну, на хор брат Авраама, а что Мюка? Мюка, она дочка Арана, тоже брат Авраама. Интересное замечание я слышал от друга. Вы помните, Авраама дал жизнь на Киду Шашем. Помните, как это происходило? Арана, Нимра сказал, или ты поклоняешься моему идолу, или я тебя бросаю в печку. Авраам сказал, я идолу не поклонюсь. Что бы ты ни делал, я не поклонюсь. Что бы ни было, даже ты пойдешь меня убивать. Там был младший брат Авраама, Аран. Нимра спросил, а ты как? Ты со мной или ты с Авраамом? Какой линии ты держишься? Аран сказал, я должен подумать. Что он хотел подумать? Он хотел увидеть, что будет с Авраамом. Выйдет Авраам живым, он будет с Авраамом. А если нет, то с ним ровно. Авраам вышел живым. Он сказал, я как Авраам. Его бросили в печку, и он был сожжен. Его преданность Богу была не как у Авраама. У Авраама, он пошел на это испытание. Даже меня сожгут. Я идолу не буду поклоняться. А у Авраама было. Раз Авраам вышел живым, значит, Я тоже выйду живым. Кто идет на это с намерением, что Бог ему сделает чудо, такому чудо не делают. Только тому, который идет на самопожарствование. Как Авраам. Но все-таки, вы думаете, то, что Аран был сожжен на освящение имени Бога, прошло ему даром? Нет. Вы знаете, что все матери еврейского народа происходят от Арана. Сара, она дочка Арана. Ривка, она дочка Псуэла. А тут подчеркнуто. Псуэл, который сын Милки, жены Нахора. Правильно? Подчеркнуто. И Лея и Рахель, тоже от Арана, который сын Псуэла, тоже от Милки. Нахора и от Милки. Человек что-то делает для Бога. Даже это не полноценно, но это дорого и важно. Самопожертвование Арана тоже, он за это заслужил, что все матери еврейского народа от него. Вы, народ, девушка, ты, вас, Марэмэ, это очень красивая. Псула девушка, выишла еду, и мужчина ее не знал. Ватыра до Айна спустилась к колодцу, ватмалы хадо, наполнила свой кувшин, ватола и поднялась. Побежал Рабгий навстречу, ватима сказал, Агминьино, дай мне попить, мать мая, немножко воды, микадых и твоего кувшина. Интересно, есть тут раши? Почу, о, о, написано, написано так, вот я стою у колодца воды, а тут написано, Раб побежал ей навстречу, и раз он стоял у колодца, почему он должен был ей бежать навстречу. Раши говорит, что он увидел, вода поднялась навстречу Ривке. Так он побежал ей навстречу. То есть, она была с другой стороны, колодца, и вода поднялась ей навстречу. Он должен был бежать ей навстречу. Но задает ли этот вопрос, раз так, он увидел, что Бог делает с ней чудеса, зачем ему надо было делать, зачем надо было ее проверять? Вы видите, он же пошел ее проверять. Дай мне попить немножко воды от твоего кувшина. Бог делает с ней чудеса, зачем проверять? А, вопрос? Параши. Я слышал, ответ такой, что она цадыка, и Бог делает ей чудеса, это очень хорошо. Но мне нужна добрая жена и добрая мама дома. Девушка, которой Бог делает чудеса, это очень хорошо. Но мне нужна добрая жена и добрая мама. Цадыка недостаточно. Так она сказала, дай попить немножко воды от твоего кувшина. Как вы помните, проверка, которой Элиэза сказал, что я ее попрошу, дай мне немножко воды. Она сказала, я тебе дам попить и верблюдам тоже. Скажите, а почему надо было, чтобы она делала больше, чем он ее просил? Почему недостаточно? Когда он попросит, она ему даст. Это тоже просит, отдают. Я думал так. Есть люди добрые, а есть люди мягкие. Они не умеют сказать другому нет. Есть он попросит, она делает то, что он попросил. Я еще не знаю, она очень добрая или она просто мягкая. Не умеет говорить нет. А вот если она дает больше, чем ее просит, тут точно она добрая. Бат-Маэр. Вот видите, тут повторяется то же, как было у Авраама когда он делал добро. Авраама написано, он поторопился, он побежал. Тут тоже. Побежала, поторопилась. Ват-Маэр поторопилась. Ват-Маэр когда вылегла свои кувшины на шейке, там, где пьют веблюды, ват-Тора побежала еще веб-эр колодцу или шейф черпать. Ват-Ишав черпала мало всем веблюдам. Боишь мы, что его? Человек удивляется. Махриша молчит, но да, знать. А если яхану и даркей, послал ли Бог удачу его дороги и мгэ или нет? Воей было, когда верблюды кончили пить. то есть, что значит, он не знает, Бог послал ли удачу? Правильно, она добрая. Но она и семья Авраама или нет? Это он не знает. И было, когда кончили, это он не знает пока. Было, когда кончили верблюды пить, ваикаху, аиш, взял человека незамзов. Незамзов. Незам есть тоже выражение и для серек на уши, и для украшения на нос. Тут было украшение на нос. Незам золотое украшение, бека мешковый, пол шекела его вес, ушныцмидим и два браслета ауэдео на ее руки, ассоро золом мешковым. Десять золотых монет их вес. Воей имя сказал, бас миад, чья ты дочка? Видите, он раньше положил, а потом спросил, он полагался, что Бог послал ему удачу. Воей имя, бас миад, чья ты дочка? Это раз. Дальше, агидин оли, расскажи мне, а еш бейсових, еси в доме твоего отца, мокимлону лолин, место для нас переночевать. Воей имя, она сказала, эйгоф, а ему сказала, бас псуэлон их, я дочка псуэлон. Бэн миуко, сын миуки, а шо ёлдога нохар, который дила, нохар. А. То есть тут подчеркивается, и миуко, и нахар. Батэй, мераевос, сказал ему, гам тэбэн, гам миспэй, и солома, и еду для верблюдов, ра вай мону, много у нас, гам мокимлону, так же место ночевать. Ночевать много ночей. Видите, Ривка проявила свою доброту, и доброту в полной мере. Дала больше, чем ее просили, поторопилась, поторопилась, побежала. Но и дом Ривки тоже, где были, у них был открытый дом. Скажите, что девочка говорит, что можно переночевать много ночей. Она могла это сказать на свой страх и риск? Нет. По-видимому, так было принято в их доме. Вагики, то еще и поклонился, в Айштаху поклонился, он иной перед Богом. Я слышал, как-то интересное замечание про добро Ривки. Скажите, с кем Ривка сделала добро? Спутником. Вы знаете, есть люди, которые готовы делать добро. Но для них очень-очень важно, чтобы люди об этом знали. Какие они добрые, и какие они хорошие. Это тоже хорошо. Человек делает добро, даже для почета, но он делает добро. Это хорошо. Но все-таки это для почета. У Ривки было по-другому. Скажите, с кем она сделала добро? спутником, не жителем города, который может потом другим рассказать, а спутником, который пришел с другого места, который сегодня пришел, и, по-видимому, завтра уйдет. И никто об этом никогда не узнает о том, что она сделала. Она спутник, с какой стати, что он кому-то шел рассказывать, кто с ним делал добро. И он ее не знает тоже. Это настоящее добро, когда делают, не желая, и не думая о рекламе и почете. Вагимир, Элиеза поклонился Богу и сказал, Баруха Динои, Эй, Адиньи, Авром, Благословен Бог, Бог моего господина Авраама, Ашеллиозав, Хаздей, Вамитей, Мим, Адиньи, который не оставил свое добро и правду от моего господина. Он их и я, Бадерек, но хани Адиньи, в определенной дороге меня Бог вел, Бейсахи, Адиньи, в дом брата господина. Вы знаете, на Вашонах Кондеш Бедерек просто в дороге. Бадерек, говорит Раша, это в определенной дороге. Это определенный артикль. В определенной дороге, в нужной дороге. В то рационару побежала девочка, Матагейдрова Исима, сообщила в дом мамы, Кадвори Майора, это эти слова. У Ривка, а у Ривки был брат, у Шмейлова, его имя, Майора Цлобанного, Исш, робом побежал к человеку, а Хуцу наружу, его оин колодца. Мои было, Кирейса с Анезем, в этот СМИ, увидев украшение Анезем, в этот СМИ, и браслеты, а у Еды Ахейси, на руках его сестры, на руках его сестры. У Шмейка, он услышал от Деври Ривка Ахейси, слова Ривки его сестры, имя говоря, Кейди Берри Лайо Исш, так говорил ко мне человек, Майор Вей Лайо Исш, пришел к человеку, меня не имеет, а вот он стоит, а гмалим у верблюдов, а лооин возле колодца. Мои имя рассказал, Бей Брухады Ной, приходи, Богословенный Богом, почему ты стоишь наружу, наружу, вонехи пениси абайт, я освободил дом, у Макима Ахмалим, имя место для верблюдов. Бейобе Исш, пришел человек в дом, Бейфатаха Ахмалим, открыл намордник на две верблюдов, Авраам, когда он шел в дороге, на них был такой намордник, который закрывал им рот, знаете почему, чтобы они не ели из чужих полей, а тут он развязал, Майитен дал тебе, солому у миспы, миспы еда для верблюдов, агмалим верблюдам, у маим и воду, верхей траглов, мыть его ноги, и ноги людей, которые с ним. Был положено перед ним есть, я не буду есть, пока я не скажу мои слова, во имя сказал, «Добер, говори». У него было так важно, то, на что Авраам его послал, говорит, «Я не буду говорить, пока я не скажу то, что я скажу, то, что важно». Моя мама сказала, «Эве добро, манехи». Я раба, браво. моего господина отче, моего господина отче, он вырос. Он вырос, он имел в виду экономически. Ваитенле дал ему церционную волку, мелкий, крупный, в хесовый зол, все в райзол это, баба, димушфохес, рабы и рабыни, угмалим, бахамирим, верблюды и азлы. Ватилет родила ссора, ищет Адыни, жена моего господина, вынгла Адыни, сына господина, охаритик носу, после ее старости. Ваитенле сказал, что вы дал ему все, что у него. Ваяжбейни и, тут есть, можно учить так, что тут есть намек, что местные жители были готовы ему давать невесту, а он не хочет. Ваяжбейни Адыни леймер. Мне заклял мой господин, говоря, если как еще ли в ней, не бери жену моему сыну, мебне из окна не, и дочерей к нане, а что он их и ей, что вы арцей, что я проживаю в его земле. И мгай, если не, убей с обе тылах, до моего отца пойди, вао, мишпах ты, к моей семье. Ну а как то еще ли в ней, возьми жену моему сыну. Только оттуда. Ваимара роды, я сказал моему господину, улай может быть, лесил его еще охарой, может быть, женщина не захочет идти за мной, не пойдет. Моей имя рай его искал ко мне. Адыной бог, а что из салах телефонов, что я шел перед ним, пошлет своего ангела с тобой, пошлет тебе удачу в твоей дороге, выговорил, как то еще ли в ней, ты возьмешь жену моему сыну, мишпах ты, умибей с обе, моей семьи и дома отца. Знаете что, я может быть сокращу дальше его рассказ, но рассказывает весь рассказ, который был, и как она это сделала, а теперь, рассказывает этот рассказ, а теперь он обращается так, это 49-е предложение, если вы делаете добро и правду с моим господином, агидули, сообщите мне, а если нет, то есть вы не хотите, агидули, сообщите мне, я поверну направо или налево, искать невесту направо или налево, в других местах. Ваян лобану псуил во имеру, ответили лобану псуил и сказали, «Приводится, что лобан вел себя как нахалу, есть папа, что ты говоришь, вы видите, туда же лобан раньше псуила, когда есть папа, что ты, что ты выскакиваешь, кто тебя спрашивает, молчи, пусть папа говорит, так ответили лобану псуил и своими, и сказали, от Бога вышло это слово, мы не можем говорить тебе, «ра-эй-тэйв», плохое или хорошее, что это значит, мы видим, что это вышло от Бога, а раз вышло от Бога, то, то, что мы будем против, скажем, плохое, не помешает, а мы скажем, да, это не поможет, это от Бога, мы, наше слово тут не решает, это от Бога, тут видно, гемора учит отсюда, что написано, что «шидухим» от Бога, говорят, от имени Хазаныша, что так, мы не всегда редко видим, ашгаха протид, есть, но чтобы обратить на это внимание, мы не так часто видим, в «шидухим» мы видим это более часто, так он говорил, «шидухим» можно больше видеть, ашгаха, и не ревко лефонехо, вот ревко перед тобой, как Бог их, бери и иди, уси ищу левен одынехо, пусть будет женой, сыном твоего, для сына твоего господина, каше дебер одыной, как Бог говорил, вои и было, значит, они увидели, что это от Бога, и согласились, вои и было, когда раб Абрам услышал их слова, поклонился до земли, перед Богом, «Тора» пишет нам очень долго и подробно, прощий дух, несколько, видим, это очень важно, и видно, важно, «Тора» придает важность, подробностям всего этого рассказа, по-видимому, из этого рассказа, мы можем научиться правила поведения, как говорить, как себя вести, а это очень важно, как себя вести в жизни. Дальше написано, как он вынул серебряные предметы, золотые одежды, дал ривки, и разные сладости дал братьям и маме. Какие были тогда сладости? «Я понимаю, высушенные сухофрукты, это, по-видимому, сладости, которые тогда были». Они поели и попили, и он попросил, что «отпустите меня к моему господину». братья и мама сказали, пусть она останется. Не очень понятно, как это, но по-видимому, за эту ночь, что они ночевали, они передумали. Когда у человека есть линия в жизни, линия «Торы», он понимает, он решил, значит, так надо делать. А у них этого не было. Смотрите, в тот день они сказали, «Это вышло от Бога, мы не можем видеть тебе плохое или хорошее». Правильно? Прошла ночь, это уже, они уже стали думать по-другому. Так он сказал им, «Не задерживайте меня, Бог послал неудачу в дороге, отпустите, я пойду в господину». Они сказали, «Позовем девушку и спросим, что она хочет». Позвали Ривку, сказали ей, «Ты пойдешь с этим человеком?» Она сказала, «Я пойду». И Мара учит отсюда, что не подают замуж девушку, пока ее не спрашивают. Ну, интересно, тут написано, «Пойдешь ли», что она сказала? «Пойду». Она не сказала «Да». Значит, я пойду, не потому, что вы хотите, потому что я сама хочу. Даже если вы не хотите, я хочу. Это мы закончили главу, не главу, но закончили про щедух, яиц, как и сливки. И мы видим, насколько важно доброе, хорошее качество у девушки.